говорите мы молимся и произносим маленькую молитву царю небесной утечителю так говорят что во время этой молитвы поклоны делать нельзя это правда правда не поклоны делать рукой только перекреститься поклон не делается это правило такое настольные книги священнослужители там они разные годы издавали да так на вы смотрите вот когда мы утром молимся мы специально включаем чтобы вы нас видели у допустим веру и веру и считается веру и во единого бога отца нужно перекреститься но не кланяться и в конце когда молитва закончена тогда только поклониться вот одна молитва такая веру и она не молитва кредо во что мы веруем а вот допустим господи иисусе христиан и божий молитв ради крестного знамения не совершается а поклон до земли без совершения крестного знамения поэтому надо придерживаться единомыслия объяснять тут ничего не надо объяснение не не дается но в армии тебя призвали как в одном месте руку так поднимать другой так там он в этих там два пальца показывает в русских так вот где бровь сюда пальцами на уровне так что обязательно головной убор был а в другом государстве все по-другому надо соглашаться с тем что у нас есть у русских чтобы никакой смуты не было вот такой вам ответ да я хотел сказать когда крестное знамение совершается лоб середину не кверху вот где середина лба потренируйся два пальца или 33 вот так вот сложено то и другое одинаково потому что двуперстия приняла русь и она была до них она сергей радонеский основатель русского там монашества все молились два перста было а потом стало три это и другое называются элементом ереси неправильно не то ни другое почему первые христиане молились одним перстом не молились выражали свою покор покорность богу чрево это где у тебя пуповина туда второе дальше правое плечо и левая вот такая ровно что полоса была и вниз когда идет обязательно достиг доставлять его пуповину иначе вот это получится перевернутый крест ну у собаскова там все написано один человек нам говорил а мы не слушали а потом оказалось уж крест вот отсюда вот только крест перевернутый только колдуны пользуются что же мы делали я говорю слушать надо на своем не настаивать и теперь когда левая вот право потом левая так вот посмотрите где вплоть до патриарха все вот так вот вот сюда руку суют и все нет такого креста даже на могилах когда строят крест обыкновенный а внизу это поперечина вот такой длины больше чем она наклонная она вообще отсутствует но у нас принято у православных она должна быть ровненькая и чуть-чуть там сантиметры выходить за основной столб но нисколько не рассуждает 1 дурнина прет и все но как так неправильно так самое правильное я православный у католиков почему потому что два это богочеловечество 3 святая троица на кресте не бога человек страдал не троица а по человечеству иисус христос почему первые христиане златоузга молились показывали одним перстом кристос ригна христос старствует это целая история а католики как 5 у христа руки ноги в боку 5 ран он страдал по человечеству а если думаю что божество страдало ты еретик божество бесстрастное бог которому миллиарды галактик километров и бог везде как он может страдать от чего страдать а то что рукой повел туда но если у нас принято так то так и делай другие стоят вот охотят а машет рукой как пуговики чистят стромота одна мы православные два перста или три но совершая ты знай умирала человечество он богочеловек даже в этом объяснение крестного знамени мы такое городим что попало делаем златоуз говорит небрежному маханию бесы радуются у нас не моление получается какая-то кинопленка сатаной бесы радуются поэтому усиленно нажми чтоб чувствовал у тебя голова ты ум господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного земной поклон руки ноги голова вот так руки это 10 заповеди чтобы голова прошла и лбом достала землю вот как а поклон земной это поясной перекрестился и сохранился чтобы рука могла пол достать на колени не сгибать тут просто это ребятишки у нас все знают в лагере за один день детей я мог научить а здесь уже 70 лет он не знает как правильно креститься мы совершенно не думаем что придется за это отвечать крестное знамение должно быть чисто ровно крест а вот дело и даже на храмах крест еще крест вверху еще попереченку и которые стороны там еще попереченку и получается 18 точек а 18 это 6 и 3 18 тут надо расшифровать крест должен быть ровный ничего на нем нельзя делать крест ничем не украшается только с сыном божьим который умер за наши грехи мозгами то прошевелить надо маленько вы меня слышите да 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 по другому никогда не было но и так понятно один раз человеку расскажешь он понимает я меня так научили с детства двуперстно но я себя понимаю что божество без страста на кресте было только человечество божество бесстрастное говорит ан-за то уст божество не может страдать антропоморфизм называется когда написано и бог говорит сойдем посмотрим как будто бог не видит а до чего применительно к нашим понятиям мы же говорим утро солнце всходит она не всходит земля поворачивается это любой астроном любой школьник знает но у нас так принято говорить солнце закатилась она никуда не закатилась земля повернулась ну щас так так такая дурнина то в нас сидит но мы так и будем говорить но внутри мы должны знать умирала человечество господи иисусе христе сыне божий помилуй мне греш есть одна молитва одна молитва вот когда считаем мы святые божие святые крепкие святые бессмертные и налево помилуй меня грешного я специально останавливать святые божие святые крепкие святые бессмертный помилуй нас это одна молитва, которая по словам распределяется. И помилуй, чтобы было на левой стороне. Слева погибель. Погибель. Поэтому левая сторона ослаблена. И поэтому на фотографиях никогда не сфотографируйтесь с женщинами, с женой, даже с дочерью, чтобы она стояла справа от тебя. Это только неохота говорить, кто. Подкаблучники несчастные. Мужчина глава, мужчине глава Бог. Христос Христу говорит Бог. С левой стороны, чтобы стояли. Тут журнал «Огонек». Он говорит, я стал фотографировать казаки. И он фотографирует, а она подошла, встала. Он только глянул на нее, говорит, Ульяна, ты забыла свое место? Она тут же раз налево перескочила. Это вообще, когда считаешь, думаешь, сколько же юмора можем мы. А когда человек надуется, и все, он устаробрятся. У них юмора нету за 360 лет. Вообще никак. Ты враг. Ты присоединись к нам. Ты еретик. У них проповедь одна. Ты еретик, переходи к нам. Все. Четыре слова. За 360 лет у них ни одного миссионера. А если переведена Библия, неправильно. Ни коньяни, это реформа Никона. Неправильно. Я говорю, Златоус, вот, неправильно. Блаженовый Пепелак, тогда ни коньяни испортили. А как у вас? А у нас нету никак. То есть, Сатана прямо играет на них. Они не видят это. У меня двое ребятишек было из старобрядцев, и с ними сидит наша сестра на скамеечке около храма. Внутри это, на крыльце. Ну, сидят ребятишки, помолились, они сели. Ну, сидит сестра у нас такая, она на телевидении работает, что-то разговаривает. Старобрядцы увидели, о, ни коньяни, даже ребятишек выгнали из храма. Вообще. И не видели, у них все переворачивается. Вот, тыритик. А сами, если священство не имеет раскольники, у которых священство есть, это настоящее. Белокринитское и Новозыпковское, два тещения, о которых без поповца, у них, я не знаю, 60 лет назад было 50 разных толков, друг с другом не знаются. Вот так. Вот маленький твой вопрос, осмотри, сколько он вытянул за одну веревку. Так, еще что, говори. Спасибо, Христос. Да, Александр, говори. Вот, 16-й, толпы, молитва Давида, и там такие места. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня себе, и ничего не обрел. От мыслей моих не отступает уста мои. От мыслей. Что это такое? Это означает, что человек говорит, ну, иные даже домой никого не пускают, там, боятся, или что бы, чтобы не увидели там. А ночью я молюсь, а другой-то ночью, куда он крадется, куда не надо. Я не отступал от того, что говорю. У меня все так сходится. Если в любой момент Бог приходит, я такой, какой есть. Не так, чтобы поститься, шторка закрыли, икону, можно поесть, Боженька не видит. А то Давид выражает радость свою, и мы сказали, даже, Давид, я согласен с тобой, я хочу быть таким, нелицемером. И придет Господь, хоть днем ночью приходи, ты найдешь меня именно таким, какой я показываю себя. Вот так. Возьми, Грис. Да. Еще слушаю, у кого? Так, все, отхожу. Я корректурой занимаюсь тут день и ночь. Глаза прожег все. Готовим к изданию. Все, с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok